Приветствую всех! Сейчас мы будем играть в игру Pledging за вирус. Начнём игру для разнообразия в Индии. Я решил в этот раз постараться играть в более агрессивном стиле, так сказать, чтобы разнообразить игровой процесс, потому как банально выжидать заражение всего мира, ну, довольно-таки скучно, согласитесь. Во всяком случае, несколько раз подряд. Вау. Это что сейчас было? Нет, вы это видели, я удивлюсь, честно. У меня такого ещё никогда не было. Я, честно говоря, хочу довольно быстро это сейчас пройти, поэтому играю на максимальном ускорении. Замечательно. Как известно, главной особенностью вируса является его быстрая мутация, ну, что мы, собственно, видим по количеству оранжевых пузырей, и тому, что почти сразу вирус мутировал у нас, и приобрёл один из симптомов. Наслаждаемся спокойной игрой перед тем, как начнётся самое веселье. Я надеюсь, оно довольно скоро начнётся. Иначе это будет, несмотря ни на что, всё-таки довольно-таки однообразный процесс. И ещё одна мутация. Замечательно. Вроде барыжевых шаров и много, но даёт они, откровенно говоря, по одному, по два очка ДНК. Хотя вот здесь повезло. Здесь уже несколько даже приятно. Заражаем все страны массово. Тоже приятно, кстати. Да, вот. Нестабильность вируса. Исследуем, чтобы вирус чаще мутировал. Так будет веселее. Я надеюсь, во всяком случае, что так будет веселее. Хочу развить мутацию до конца. Тогда это должно быть очень агрессивно всё. Хотя будет тяжело контролировать вирус. Ну, вообще-то его вообще нельзя будет тогда контролировать. Ну, фактически я его уж не контролирую. Я просто надеюсь, что Будем более-менее всё. Отличное. Они уже нас спалили и работают разрабатывать литарства. Ничего хорошего в этом, конечно, на самом деле нет, но... Да, кстати, у меня такое чувство, что мы не захватим Гринванди. Ну, или не. Заразим. Зачем. Захватить её кто угодно. Нужно быстрее распространяться при таком стиле игры. А то будет опасно. О, чёрт. Если вирус приводит к смерти, это значит только одно. Люди будут с нами бороться. Займите. Так, нет, они имеют, честно говоря, мне кажется, ещё рано. Не будем сейчас рисковать. Пожалуй, надо идём передачи через грязуну. И устойчивость к лекарствам. Точнее, устойчивость к разработке вируса. Потому что это, в принципе, скорее всего, будет довольно быстро. Да, чё у нас будет действительно проблема, если Гринвандия перекроет аэропорт. Поэтому хочу прикрыть им проход. Ох, прикрыть им, то есть... Ой, о чём я вообще говорю? Хочу... Хочу улучшить его устойчивость к низким температурам, чтобы ему легче было там развиваться. Говорю вообще о другое, ужас. Ладно. В принципе, на мой взгляд, всё идёт довольно неплохо. Видели? Почти всё сразу. Прионы отдыхают. Замечательно. Мексика закрывает аэропорт в надежде, что ей это как будто может хоть капельки помочь. Хай... хоть капельку помочь. О! Вообще, это прикольно. Сразу решила брать быка. За рогатство, сказать. Своучи. Ну и... Так, нафиг отказ органов вчера? Еще очень-очень рады для такого. Отказ органов в данном случае приведёт к очень плохим для нас последствиям. Замечательно. Так, хочу проверить мир по поводу... Да, замечательно. Как раз Гренландия была последней. Как всегда почти. Я же говорю, от этой Гренландии... Всегда много проблем. Ну, он мне слушаться не хочет. Все изучается в том... Отказ органов, что... Выглядит вообще очень плохо довольно. Даже очень... Ну, что, в принципе, сейчас я сказал... Господи... Мне надо срочно... Собственно, то, что и случилось... Откатывать отказ органов. Потому что он... Дает очень... Серьезную летальность нашему вирусу. А у нас сейчас довольно слабое заражение. Вы это видели. Нет, я в том смысле, у меня глюки не начались случайно. Почти сразу мутировал. Отвратительно. Очень неудачно, на мой взгляд. Но я думаю, мы всё-таки победим, но... Но... Да, контролировать вирус вообще проблематично. Особенно, если развить ему мутации до максимума. До максимума. Заговаривать сегодня что-то. Так, ну, в Гренландии мы заразили. Замечательно. Здоровые ещё есть, но их... Так много, к счастью, для нас. Я бы даже сказал, их очень мало. Отлично, всё. Теперь я надеюсь, победа уже в руках у нас. Ну, в принципе, да. Где ещё быть-то? Не в зубах. Так, видите, всё. Подождите, прибалтика. Да ладно. Это, по-моему, и Белоруссия, и Эстония, и Латвия вместе взяты. Кто карту составлял, честно? Покажите мне человека, который составлял карту. Я запрещу ему составлять карты. Пока что всё идёт просто прекрасно. Ну, в принципе, уже ничего плохого для нас случиться не может. Это явная победа, довольно быстрая, довольно лёгкая. Везде правительство падает. С лестницы, что ли, они там падают? Нет, правда, переведено не очень удачно. Правительство пало. На мой взгляд, куда лучше звучало бы кое-что другое. Ну, ладно. В принципе, нормально звучит. Просто... Ну, не очень естественно. Я бы так не сказал, честно скажу. Ну, всё, я думаю... Не так понятно уже, чем это кончится. Как раз видео уже через минуту буквально закончится. Поздравляю всех с победой. Подписывайтесь, смотрите все мои видео, ставьте лайки. Вам? В общем, belюй messا, большое спасибо, это же вся печальная память о самом деле. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...